МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Меня попросили сделать этот доклад в связи с недавним открытием гравитационного излучения, сигнала от гравитационных волн. И я, хотя не являюсь экспертом в этой области, но, тем не менее, кое-что знаю про общую теорию относительности, гравитационные волны, поэтому я собираюсь это сделать. Итак, гравитационные волны. Новое окно по Вселенной в названии доклада. Мы в прошлом году отмечали столетие с момента создания общей теории относительности Альберта Майнштейна. И так совпало, что ровно через сто лет одно из принципиальных ее следствий, этой теории относительности, а именно наличие гравитационных волны или гравитационного излучения, было впервые экспериментально установлено в эксперименте Лига, о котором упомянул Богдан Романович. Это американский эксперимент. Это некий триумф, очередной триумф общей теории относительности, некая точка в ее, так сказать, теоретическом статусе, с одной стороны. С другой стороны, это открывает нам некие перспективы для экспериментального изучения нашей Вселенной в совершенно новом диапазоне, так сказать, инструментальном диапазоне именно гравитационных волнах, и, может быть, также проверки, уточнения или обобщения, если это потребуется самой теорией гравитации, то есть общей теорией относительности. Мой доклад будет популярен, я готовился рассказывать для популярной аудитории, но не студентов, так примерно. Поэтому эксперты могут меня, конечно, упочнять, этиковать, и это присутствующее здесь. Это буду воспринимать только положительно. Если я что-то упущу или что-то там не скажу, или что-то неправильно скажу, пусть меня эксперты поправят. План доклада у меня будет следующий. Это будет, сначала будет историческая перспектива, мы посмотрим, как там создавалась общая теория относительности, на какой теоретической базе. Проведем некий параллель с классической электродинамикой, электромагнитными волнами, и с одной стороны, и с другой стороны. Теория гравитации гравитационными волнами, и затем я перейду, собственно, к описанию гравитационных волн, права из природы, какие объекты во Вселенной изучают гравитационные волны, и как они регистрируются, как они были зарегистрированы в недавнем эксперименте, и какие перспективы это нам откроет для дальнейших изучений или наблюдений нашей Вселенной. Итак, электродинамика и теория относительности. Ну, это тоже произнесло. Это середина девятнадцатого века. Исследования электричества, магнетизма, привели к построению теории Максвелла в 1861 год. Можно сказать, первая теория объединения двух сил, которые раньше считали имеющими разную природу электричеством, магнетизм. Максвелл написал свои знаменитые уравнения. И эти уравнения предсказали существование так называемых электромагнитных волн, классических электромагнитных волн, волн электрического магнитного поля, которые распространяются со скоростью, неотличимой от скорости света. Максвелл вычислил эту скорость. Она оказалась неотличимой от скорости света. Была сделана гипотеза или предположение, что свет – это и есть, собственно, электромагнитные волны. И мы знаем сегодня, что эта гипотеза верна – действительно электромагнитное звучание. Сверх-то есть одно из проявлений электромагнитного звучания. Эти волны были экспериментально зарегистрированы или их существование было обнаружено в опыта Герца. Герц производил эти волны в лаборатории и регистрировал их в соответствующих регистраторах. И в конце уже 19 века Лоренц на этой основе завершил построение, как тогда он писал, электрической теории электрической материи и эфир. Считалось, что носителем электромагнитных волны является электричная некая особая среда. И электромагнитные волны излучаются заряженными частицами, зарядами и, соответственно, сами действуют на электрические заряды. И таким образом их можно регистрировать. Это вы все знаете, конечно. Ну и вот та же примерная последовательность событий, которую я нашла сегодня в теории гравитации. То есть в момент построения теории Максвелла можно сравнить с написанием Эйнштейном уравнения общей теории относительности, а в момент регистрации волн в опыта Герца можно сравнить с современным недавним детектированием гравитационного излучения. Правда, расстояние между этими событиями было несколько дольше. Ну и это связано с рядом причин, о которых я скажу. Потребовалось сто лет, чтобы получить это событие. Ну, теория относительности дальше. Электродинамика Максвелла привела, Лоренца привела к теории относительности, так называемой специальной теории относительности, которая возникла из-за того, сначала, ну понятно было, что уравнения Максвелла они были несовместимы с уравнениями. Не то, что несовместимы, у них была другая симметрия, чем у уравнений классической механики Ньютоновской. И когда мы переходили в движущуюся систему отсчёта и делали этот переход на основание классических уравнений механики, получалось, что уравнения Максвелла должны были бы как-то изменяться. И это изменение можно было бы почувствовать. Грубо говоря, скорость света была бы разной относительно наблюдателя, была бы разной в разных системах отсчёта. Это так называемое движение Земли или наблюдателя относительно эфира. Эфир, который распространяется свет. Это движение пытались экспериментально обнаружить, и все эти попытки были безуспешны. Одним из таких показательных экспериментов в этой области был опыт Майкельсона и Морли в 1881 году сначала Майкельсон провёл эксперимент, потом они вместе с Морли его усовершенствовали в 1887 году. И делалось это на основании вобретённого Майкельсоном интерферометра, который использовался, принцип работы которого использовался, в том числе и для детектирования организационных молок. Поэтому это важное устройство. Устройство все, наверное, знают о том, как это всё устроено. У вас есть какой-то источник света монохроматический. Сегодня роль этого источника играют лазеры, ну а тогда это были какие-то переходы между атомными линиями конкретные. Свет расщепляется полупрозрачным зеркальцем на два луча. Один луч идёт к отражателю зеркала, которая располагается как можно дальше от этого расщепителя в одном направлении, а другой луч идёт к другому отражателю, который располагается в перпендикулярном направлении, тоже по возможности дальше. Эти лучи отражаются в зеркал, возвращаются обратно к полупрозрачному зеркальцу, сходятся вместе в детекторе или регистраторе света и иначе, и друг с другом два луча интерферируют. Получается интерференционная картинка двух лучей. Если ситуация у вас в пространстве и времени стабильная, тогда интерференционная картинка тоже здесь стабильна. Если же происходят какие-то изменения, связанные, например, в то время искали движение звезды вокруг эфира, относительно эфира, в этом случае скорость распространения света в двух направлениях ожидалось, что она будет разной. Поэтому интерференционная картинка должна была меняться, если вы проворачивали весь этот прибор вот в его плоскости. Что Майкельсоны могли делать? Они пытались, путем вращения этого прибора, обнаружить изменения в интерференционной картинке. Результат был отрицательный. И это, я уже не буду вдаваться в детали, привело к созданию теории относительности Лоренцем, Ланкаре и Эйнштейном в 1905 году. Теория относительности блестящая, она модифицировала, собственно, механику, механическую часть нашей теории. Делала все законы природы инвариантными относительно преобразования Лоренца и сделала, соответственно, этот принцип ненаблюдаемости движения в лаборатории относительно эфира обошел как основная часть всей нашей фундаментальной теории, как постулат относительности. И после этого остался вопрос, ну, сразу же он возьми, конечно, извините, я тут путаю кнопочки, что делать с гравитацией? Потому что гравитационные взаимодействия после создания специальной теории относительности они продолжали быть ньютоновскими. То есть это была нелюдитивистская ньютоновская теория, которая противоречила новому принципу относительности. Ну, противоречие было в частности в том, что гравитационное взаимодействие мгновенно распространилось на расстоянии. Гравитационная сила действовала на… согласно теории Ньютона, она действует на любом расстоянии мгновенно. Земля мгновенно притягивает все тела, как бы далеко они не уходили. И это, конечно, вступает в противоречие теории относительности, в которой имеется там конечная скорость распространения взаимодействий, конечная скорость света. Нужно было эту проблему как-то решать. Первым, поначалу люди думали, что нужно перевести теорию гравитации в соответствии со специальной теорией относительности Лоренца, Планкаре Эйнштейна. И такие полевые теории строились тем же Планкаре в своей знаменитой работе как с другими людьми. Они были релятивистские в том смысле, что они были симметричны относительно преобразования Лоренца, но, как выяснилось довольно скоро, они все не соответствовали экспериментальному парку, то есть они не соответствовали наблюдениям. Хотя на момент создания этих теорий об этом люди еще не знали. Можно сказать, что буквально почти каждая из этих теорий предсказывала тот или иной вид волн, который должен иметь место в теории гравитации. Практически любая из теорий, которая будет совместима с электродинамикой Макса Лоренца, она будет содержать конечную скорость распространения сигнала и, следовательно, гравитационные волны какого-либо типа. Так что я об этих волнах писал Планкаре, например, в 1905 году еще в своей работе, знаменитой работе по специальной теории относительно. Но Эйнштейн немножко пошел другим путем при создании своей теории гравитации. Он обратил внимание на тот известный факт, что в принципе гравитационную силу или гравитационное поле исходить, если оно достаточно однородное, его можно просто ускорбить в тех переходах равномерного использования системы отсчета. Или к тому, что он называл падающим лифтом. Сядете в лифт, начнете падать, полете в лифт, вы обнаружите внутри этого лифта полное отсутствие тяготения. Там будет невесомо, никаких проявлений земного тяготения в нем не будет. Он выбрал гипотезу, что это отсутствие гравитационных сил в таком падающем лифте распространяется не только на механические явления, не только на движение каких-то тел, механических движений, но и на все законы природы без исключения. В том числе и на этот гравитационный поле Максимова-Молинца. Тогда что такое гравитационное поле Коинштейна? Вот если выобразить себе землю, вот такие вот локальные системы отсчета, которые реализованы в падающих лифтах. Вот в каждой точке выобразите себе, что здесь падают какие-то свободно падающие маленькие лаборатории, например, официальные. В каждой из них отсутствует бетонимовая гравитация. Внутри этих маленьких лабораторий гравитационных проявлений там нет никаких, поскольку они считаются маленькими. Но попытка... Поэтому в каждом лифте наблюдатель может создать себе какую-то инерциальную систему отсчета, и x, y, за это время, и в этой инерциальной системе отсчета будет справедливой уравнение Максвелла-Лоренца и вся лоренцевская, лангеренштейновская, рельтийская теория. Вот. Но в чем проявится наличие гравитации? В том, что такую систему отсчета нельзя будет гладко, непрерывно распространить на все эти лифты, на все наблюдатели одновременно. Но вы здесь видите этот триверальный факт, потому что каждый из этих лифтов будет падать в направлении центра Земли, и понятно, что они должны будут как-то сближаться друг к другу к своему падению. То есть не существует общая для них система отсчета, в которой они будут неподвижны также друг к этому относительно друг к другу. Это и есть закон гравитации. Постепенно стало понятно, что речь идет о описании теории гравитации на языке геометрии пространства и времени, поскольку пространство и время в лоренцевской теории уже были друг к другу завязаны друг на друга, перепутаны друг к другу. Поэтому речь идет о том, чтобы описывать теорию гравитации на языке искривления или геометрии пространства и времени. Геометрия не тривиальная, не в клидовой геометрии, а некой более общей геометрии. Она сегодня называется Римманова или Сердориманова. Основным объектом такого геометрии является геометрический тензор. Я тут математические детали вдаваться не буду. Скажу только, что он описывает расстояние, если хотите, между близкими точками в пространстве времени. И расстояние между близкими точками. Гравитационное поле – это некая неисправляемость типа эмоциональных систем отсчета. Согласно, если применить принцип Эйнштейновский принцип относительности, каждый из такой маленьких лабораторий падающих, то вы увидите, что свободные тела в этой геометрии должны совершать движение по линиям наибольшей временной длительности. То есть какая-то материальная частица. Земля или эмунатор или любое тело движется просто по пути, которая занимает максимальное время от точки А до точки Б в пространстве времени. Такой принцип экстремума, который имеет место в общей теории относительности. Таким образом, если вы обратите внимание, здесь происходит отказ принципиально от этого понятия гравитационной силы. Вместо того, что вы говорите, что Земля притягивает к Луну, и Луна движется по какой-то своей облике, мы говорим, что Земля искривляет пространство и время вокруг себя, и Луна в этом пространстве и время движется свободно. Свободно, но по прямому такому пути в пространстве времени. Дальше возникает вопрос, каковы же уравнения, которым сам этот тендер или гравитационное поле подчиняется. Эйнштейн установил эти уравнения в 2005 году, окончательно, путём днефикации. Пробой ошибок шёл к этому. В 1905 году. Они имеют следующий вид, для специалистов он понятен. Для меня специалистов, я только скажу, что он утверждает, что кривизна пространства времени, которая в левой части этих уравнений записывается, кривизна – это геометрия, определяется плотностью энергии материи, которая живёт в пространстве времени. Константа пропорциональности между ними – это G, это обычная, не тонуткая, гравитационная, постоянная. Таким образом, согласно этому уравнению, наличие материи искривляет пространство-время. Наличие вот этого, это тензор энергии импульса называется материи. Делает геометрию пространства-время не искривлённой, а сама геометрия, в свою очередь, диктует материи, как их двигаются. Материя движется по своим кратчайшим линиям. Теория выдала сразу же ряд блестящих подтверждений. Сам Эйнштейн, например, вычислил поправку. Да, ну хорошо. В теории гравитации Ньютона, я скажу, стояла давняя проблема, связанная с аномальным движением Меркурия. Вот орбита Меркурия здесь нарисована. Она должна была быть электрической и замкнутой. Но поскольку на Меркурии влияют другие планеты, Менера, там Земля, ближайшие планеты, они возмущают его как-то, и орбита получается такой квазиолептической. Ее главная полуосень смещается в пространстве. Такое вековое столетний смещение происходит достаточно медленно. Так вот, главную составляющую, главный вклад в это изменение действительно дают ближайшие планеты, где Мера, Земля и Марс. Но оказывается, что их влиянием нельзя объяснить полностью. Это смещение, так называемое смещение перигелия к Меркурия, то есть в точке ближайшего расстояния между Меркурием и Солнцем, направления на эту точку. Оставалось некие 43 угловых сельдневных столетий, которые оказывались необъяснимыми с точки зрения Ньютоновской динамики. В то время многие искали решение на пути темной материи. Предполагалось, что если Солнце есть какое-то еще темное вещество, может быть какая-то неучтенная планета, которая возмущает дополнительно это движение. Таких тел обнаружено не было. Но Эйнштейн, я не знаю, как он догадался вычислить этот эффект в своей теории. Наверное, это было логично, конечно. Оказалось, что просто поправки к теории Ньютона, которая возникает в Эйнштейновской теории, полностью объясняют эти 43 секунды столетия. Это некое чудо, конечно, сказать, что удивительное чудо. В других теориях такого объяснения не было. В других теориях гравитации не было, попытки которых предпринимались до Эйнштейна, о которых я говорил. Теория предсказала откладение света в гравитационном поле. Ну, тоже понятно. Если ваш лифт падает в гравитационное поле, то внутри вашего лифта свет должен двигаться по прямой, поскольку, согласно постулатам Эйнштейна, все законы природы внутри падающих под лифт происходит так же, как в пустом пространстве без гравитации. Значит, свет должен падать вместе с лифтом. С точки зрения неподвижного наблюдателя, который стоит на Земле, это означает, что свет должен отклоняться в гравитационное поле звери вниз. То есть падает немножко вниз. Эйнштейн вычислил этот эффект. Он, конечно, довольно мал для тех известных нам тел, солнца, зуби, но тем не менее наблюдаем. Вот так примерно выглядит этот путь света проходящего вблизи Солнца. В 1919 году экспедиция, возглавляемая Динксоном, действительно обнаружила эффект отклонения луча света в поле тяжести Земли. Все происходит так, как будто гравитационное поле создает некий индекс прибавления МХ, который выражается вот такой формулой. Те описываются просто ньютоновский потенциал. Это все для такого статического гравитационного поля написано, ньютоновского. Как будто свет движется по принципу фермала в таком гравитационном поле. Но сейчас вы знаете, что отклонение света в поле тяжести активно используется в космологии, астрофизике, в сильных гравитационных полях. Отклонение очень сильное. Создает вам гравитационный клинис, который выглядит как растянутые изображения галактик далеких. Все это позволяет вам уточнять, например, сколько вещества у нас прибавляющего из всего Силена. И в частности подтверждается потенциал о том, что Силена заполнена неким непонятным, неизъяснимое вещество, что называется темная материя. В гравитационном поле сигнал не только отклоняется, но происходит так называемая задержка его времени путешествия. То есть время, гравитация влияет не только на путь света или других тел, но и на время, которое протекает в этих телах. Этот эффект можно тоже использовать. Например, когда вы наблюдаете далекие системы, двух звезд, одна из которых является пульсаром. Пульсар – это означает, что она быстро возвращается вокруг своей оси. В ней есть сильное магнитное поле, и это нам направляет некий сигнал, вот здесь вот такой желтым лучом нарисован, некий электромагнитный приводный сигнал с очень высокой периодичностью. Этот сигнал, иногда он движется мимо второго компаньона, но иногда он очень рядом, близко проходит рядом с ним. И когда он проходит с ним близко, тогда время путешествия немножко задерживается. Он в гравитационном поле задерживает. Вот эти периоды движения света мимо компаньона и задержка света в этих периодах может быть использована для того, чтобы вычислить и определить параметры этой системы. Какие у них массы, какие у них расстояния между ними и так далее. Это очень важный инструмент, такой инструмент наблюдения двойными системами, которые по-другому никак даже не различительные. Они просто тут даже не видите. Итак, перехожу к гравитационным волнам. Теория Эйнштейна, как и любая, я уже сказал, револитивистская теория гравитации, должна была предсказать волны не этого типа. И действительно, Эйнштейновская теория предсказала существование электромагнитных гравитационных волн. Ну, чтобы провести некие аналогии, вспомним, что такое электромагнитная волна. Электромагнитная волна в теории Максова. Это волна электрического магнитных полей. Волна распространяется со скоростью света. Она действует только на заряженную материю, как я уже сказал. И, в свою очередь, излучается движением заряженной материи. Раскладывается волна на теория поляризации. Ну, здесь поле Е может быть направлено вертикально, поле магнитное – ортогональное. И может быть направить его под углом 45 градусов. Другая поляризация. И, знаете, в двух мостах поляризаций и в двух поляризаций складывается любая электромагнитная волна. Она имеет две степени стабильности. По аналогии с этим, то есть она имеет некие сходства и некое отличия. Волна возникает потому, что возмущение гравитационного поля – это метрический тензор, о котором я говорил. Его можно в случае наличия гравитационного возмущения разложить на две составляющие. Одна описывает невозмущенное плоское эрклидовое пространство-время, а другая описывает возмущение геометрии этого пространства-время. Так вот, возмущение ее геометрии оно тоже подчиняется неким уравнениям, очень похожим, или даже, я бы сказал, почти в точности, совпадающим с лунговым уравнением в теории Маклова. Разница только в том, что речь сейчас идет о совсем другом поле. Это поле геометрии. Это не поле электрическое биоприемление. Это поле, определяющее расстояние и промежутки времени в пространстве-времени. Итак, что такое гравитационная волна? Это вот некая волна, геометрия пространства-времени. Она, в отличие от электромагнитной волны, действует на любую материю, которая содержится в пространстве-времени. Можно в каком-то смысле сказать, что она действует на само, затрагивает само пространство-времени, затрагивает метрические условия, то есть свойства расстояний и промежутков-времен. Ну, например, она растягивает или сжимает какие-то... Растягивает или сжимает пространство этих каких-то терь. Конечно, это проявляется в том, что свободно падающие наблюдатели, свободно парящие в пространстве, они обнаруживают, что расстояние между ними то увеличивается, то уменьшается. Когда между ними появилась гравитационная волна. Излучает гравитационную волну тоже любая движущаяся материя. Не только заряженная, а просто любая. Например, вращение Земли вокруг Солнца, Луны вокруг Земли, вот наши все движения. Всё это излучает гравитационную волну. Она раскладывается и оказывается на деполяризации, точно так же, как электромагнитная волна. То есть уменьшает две некие волны и распространяется со скоростью света, ну, по крайней мере, в теории Эйнштейна это так. До сих пор мы верим, что это так. Если можно, запустить фильм в кино. Я из интернета его, конечно, взял. Здесь вот показана система некая, условно состоящая из двух звёзд, которая вращается. Вращение этой системы изменяет геометрию пространства времени вокруг неё и излучает тем самым гравитационную волну. А где-то вдали от неё нужно вообразить систему свободно парящих таких шариков. Это эйнштейновские парящие листы. Каждый такой шарик – это маленький лист. Вот форма расположения этих парящих листов отражает изменение расстояния между ними. Это и есть эффект гравитационного волну. Он изменяет расстояние. Как видите, всё зависит от того, как направлены плоскость, как взаимосвязана плоскость, в которой находится эта система, и плоскость излучателя. Вы видите, что не можно ещё. Если, например, они лежат в одной плоскости, то система лифтов, как бы по ней бежит такая бегущая обращающаяся волна. Это аналог круговой поляризации для света, для световой волны. Полный аналог. А когда плоскости этого движения и этого ортогональны друг к другу, тогда волна превращается в такое, извините, движение этих лабораторий превращается в такое движение с фиксированными осями. Вы видите, как они, расстояние в вертикальных и горизонтальных направлениях и, по очереди, это увеличивается в отношении друг к другу. Этот второй тип волны — это аналог линейно-поляризованной волны электромагнитной. Она же, конечно, можно назвать линейно-поляризованной спасибо, у меня достаточно, можно двигаться дальше. Аналог линейно-поляризованной гравитационной волны в теории Эйнштейна. Для того, чтобы такая волна возникла в пространстве-времени, я уже сказал, что производит любые движения, любых тел, но гравитационное взаимодействие очень слабое на нас по сравнению с другими взаимодействиями, с электромагнитным, с сильным, слабым, мы знаем сейчас теорию элементарных частиц, четыре типа взаимодействия. Она очень слабенькая, и для того, чтобы эта волна геометрии была хоть в какой-то мере заметной или ощутимой, или измеримой, вам нужны движения очень мощных масс и с довольно приличными скоростями, если хотите. То есть нам нужны мощные излучатели. Мощными излучателями нашей Вселенной являются какие-то катастрофические явления, которые мы знаем, что и по теории, и по наблюдениям должны иметь место. Это, прежде всего, это взрывы сверхновых, которые, можно сказать, разрываются почти визуально. Там вы видите, как разрывается звездочка, вспыкает. Взрыв сверхновых – это разрыв звезды, ядерный взрыв, если хотите, звезды. После того, как она достаточно массивная звезда, исчерпывает запас ядерной энергии, которая поддерживает ее в равновесии, после этого внутренние силы давления внутри этой звезды резко падают вниз, потому что прекращаются ядерные реакции и уже оказываются неспособными противостоять силам гравитационного давления, которое возникает из-за того, что звезда просто пытается стянуться в точку под действием сил гравитации. Возникает некий коллапс звезды под действием гравитационного поля, когда коллапс этот развивается и достигает точки сверхплодного вещества, происходит обратный взрыв, и часть этой звезды, ее внешняя оболочка, где-то, ну, типично, 90 процентов массы этой звезды, ну, от 50 до 90 процентов массы этой звезды выбрасывается обратно наружу, и вот этот выброс наружу, и это я описал взрыв сверхновой типа 2, так называемый, да, взрыв массивных звезд, который решил сделать, превышающий массу Солнца, ну, скажем, в 10 раз, там, в 30 раз всего. Вот, эти выбросы этой материи, если они не сферически симметричными будут, да, это важно, как-то как-то направленными, например, в двух разных направлениях, да, грубо говоря, то они произведут всплеск геометрии вокруг пространства времени и создадут гравитационную волну. Ну, следующий важный, важный источник, очень важный, и, собственно, речь идет о том источнике, который был, сигнал, который был зарегистрирован, это слияние двух звезд или двух черных дыр, нейтронных звезд или черных дыр, в двойных системах, то есть система обращается, двойная система — это система, которая вращается, две компоненты, которые вращаются вокруг, одна вокруг другой, по каким-то нейтронским орбитам. Эта система тоже излучает гравитационные волны, и поскольку она их излучает, она теряет энергию, два компонента пытаются приблизиться к другому, в конце концов, они дружные будут падать. Если эти компоненты компактные, массивные, то есть речь идет о нейтронных звездах или черных дыр, потому что такие объекты имеют как бы максимальную плотность вещества, да, если хотите, тогда в конце этого коллапса возникает мощный всплеск гравитационной волны. И вот всплески гравитационных волнов, таких систем, вы можете пытаться обнаружить реально на эксперименте. То есть речь идет о том, что называется неким волновым штормом, да, предмет или пространство времени. Обычно мы живем в такой тихом, в таком геометрическом смысле пространстве времени. То есть нужен большой всплеск, чтобы эту волну почувствовать. Ну, некоторые волны гравитационные могли идти еще от большого взрыва. Как они там образовались, это вопрос уже в теории. Разные теории могут предсказывать разные интенсивности, спектры этих, но, в принципе, такая возможность не включена тоже. Они могли бы создавать какой-то стахастический фонд гравитационных волнов в наших силе. Ну, посленно подтверждение вот тому, о чем я говорил, связанному с двойной системой, было получено еще в 70-е годы, когда был открыт номинетый Пульсар Халсом и Тейлором в 74-м году. Пульсар – это двойная система, двойной пульсар, двойная система, извините, одна из компонентов, которая является Пульсаром, о ней мы уже ввели речь. И вот, и я уже сказал, что по гравитационному задержке времени вы можете измерить параметры этой системы, в частности, массу этих тел, орбиты, по которым они движутся, расстояние между ними, все это было определено. Вот эти параметры здесь выписаны. И оказалось, что эта система в соответствии с уравнением Эйнштейна она должна излучать реалитационную энергию и, следовательно, терять собственную энергию. Эти потери собственной энергии, они происходят по формуле знаменитой, которая написана была тоже еще Эйнштейном в 1916 году. Мощность излучения оказывается пропорциональной третьей производной в квадратике от некой величины Q, которая есть просто плодрупольный момент массы этой системы. Плодрупольный момент массы изменяет время, производит условное излучение. Здесь фундаментальные константы написаны. Вот по порядку величины она равна следующему произведению, где М1, М2 – это масса двух тел, Р – это расстояние между ними. Оказалось, что мощность излучения и потери энергии на излучение, они в точности соответствуют предсказаниям общей теории относительности. За это была получена Нобелевская премия по физике за 1993 год. То есть это первое косвенное подтверждение наличия гравитационного излучения. В самих фундах, да, еще обнаружено не было. Теперь, что касается регистрации гравитационных фунд. Ну, я уже сказал, что их нужно регистрировать от космических событий катастрофического масштаба. Какие параметры гравитационной волны, о которых мы будем говорить? Это ее амплитуда. Ее амплитуда – это относительное изменение расстояния между свободно парящими Эйнштейновскими лифтами, о которых я говорил, с теми точками, которые у вас на видео двигались. Значит, гравитационная волна увеличивает или уменьшает это расстояние между ними. Вот относительная величина этого изменения. Она более-менее постоянна в пределах некой области пространства-времени. Она и составляет то, что называют ее амплитудой. Амплитуда гравитационной волны зависит от того, какая энергия гравитационная была излучена каким-то далеким объектом, например, в результате коллапса ЧВНФ, это энергия Е. Зависит от того, на какой характерной частоте она излучалась. Она соответствует частоте орбитального вращения этого объекта в момент излучения гравитационных фунд. И она обратно пропорциональна расстоянию до него. Вот все примерно как в теории излучения света происходит. Вот там тоже понятно, что поток излучения или его амплитуда, она обратно пропорциональна расстоянию до источника. Ну и нет ли фундаментальной константы. Ожидаемая величина здесь, о которых нужно говорить, это вот величины порядка 10 минус 20, 21, 22, ну может быть 19. Это все зависит от того, насколько близко от нас такой объект возник, насколько мощный он был, насколько мощно энергия. Я написал 10 минус 21, потому что это соответствует тому уровню чувствительности, на который вышли сегодняшние приборы-детекторы гравитационных волн и тому уровню, на котором была зарегистрирована первая гравитационная волна в конце прошлого года. Чтобы получить такую точность, ну это соответствует тому, как если бы до ближайшей звезды расстояние 4 сантиметра измерились точностью или изменили величину, изменяли величину, равную толщине человеческого волоса. То есть это огромное, скажем так, ничтожно маленькое изменение геометрии, которое вам нужно обнаружить для того, чтобы зарегистрировать гравитационную волну. Спектры частот, которые здесь возникают, они определяются условно такой формой, и ответ выдается в килогерцах. То есть они попадают в какую-то звуковую часть спектра. То есть это спектры, которое могло бы слышать человеческое ухо. 10 масс Солнца делить на массу реального объекта. То есть если реальный объект 10 масс Солнца, 2 вращающихся звезды порядка 10 масс Солнца в сумме, скажем так, то тогда они падут там примерно килогерцами. Если масса будет 100 масс Солнца, значит, соответственно, это будет не килогерц, а сотни герц и так далее. Если чёрные дыры будут очень массивные, это могут быть герцы или доли герцов, то нужно искать гравитационные волны в высоких диапазонах. Это фактически речь идет об акустике. Ну и поляризация. Я уже сказал, есть две независимые поляризации герцовной волны. Она может изменять расстояние направлений осей XY. Видите, сначала сплющивать условные объекты, ну скажем, зимой шар немножко будет сплющивать в вертикальном направлении и растягивать перезонтально. И наоборот, всё это будет происходить некой периодичностью по времени. Или же она может действовать в каких-то ортогональных других направлениях. Ортогональных — это любовь в 45 градусах. И любая герцовная волна — это некая суперпозиция этих движений. Она может быть сложной или простой, но это вообще биологическая суперпозиция. Вот. Ну хорошо. Для того, чтобы зарегистрировать герцовные волны, сначала применялись детекторы какие-то. Это где-то в 60-е, наверное, ещё годы. Может быть, Вайберг был первым, кто начал заниматься серьезно этой проблемой. Сначала люди строили то, что называется резонаторы. Резонаторы — это просто большое твёрдое тело, которое при прохождении чрезвеного гравитационной волны и попыток изменять его параметры, да? Да. Размер, да. Волна могла вступить в резонанс с собственными колебаниями этого типа. Эти резонансные колебания усилились бы и каким-то образом регулировали. Какими-то датчиками. Первые детекторы выглядели следующим образом. Современные детекторы, которые там осталось, наверное, немного уже действующих детекторов такого типа. Я не знаю точно сколько. Раньше их было больше. Они, по-моему, достигли уже некого предела чувствительности. Они выглядят более современно. Их чувствительность принципиально ограничена приблизительно вот такой амплитудой. Это уже некий предел, квантовый, если хотите, предел, квантового шума. Болванки. То есть её нулевые колебания, если хотите, плюс тепловые колебания. Не позволяют вам измерять сигнал с меньшими амплитудами гравитационной волны. Ну и действуют они в области килогерцев частот. В резонансных каких-то диапазонах они довольно узкими оказываются. Интересно, что такая болванка или такой резонатор существовал даже в Институте теоретической физики в 1970-е годы. В подвале гостиницы Феофалия. Вот фотография сделана Игорем Жуковым. Может быть здесь в мире присутствует больше меня в этом эксперименте, его могут рассказать. Были такие энтузиасты, но они действовали. У нас был такой Владимир Бродинский, московский учёный, который занимался специально поиском гравитационных волнов. Сначала он использовал тоже резонаторы вот такого типа и в России, и на Украине он тоже подвит группу энтузиастов заниматься. Насколько я знаю, это дело в Институте теоретической физики. Кстати, группа Бродинского сыграла важную роль тоже в эксперименте ЛИБРО. Результаты этих резонаторов, резонаторного типа экспериментов до сих пор отрицательны. Они до сих пор не увидели пока никакого сигнала, который они могли бы идентифицировать как гравитационные волны. Ну, конечно, нужно понимать, что такого рода эксперименты сталкиваются, конечно, с огромнейшими техническими проблемами и трудностями сейчас. Потому что речь идёт здесь о чисто механическом каком-то смещении тел. Или это резонатор, или это интерферометр, как будет речь идти дальше. Это чисто акустическая механическая система. Ну и понятно, что в окружающем нас мире есть много шумов, которые вам могут произвести такого рода движения. На резонатор влияют всякие сотрясения почвы и так далее, воздуха, я не знаю, чего угодно. И вот на фоне этого шума, который всегда присутствует, и от него нельзя 100% прибавиться, вам нужно как-то научиться выделить сигнал, который вы уверенно свяжете с сигналом от гравитационной волны. Что касается резонаторов, я даже не знаю, но мне кажется на уровне фантастики, получить на нём какой-то сигнал, и уверенно это действительно сигнал именно от гравитационной волны, а не от проезжающего трамватора. Вот это, мне кажется, большое дело. Ну, я немножко скажу, как это примерно делается. И секторы следующего типа — это интерферометры. Это был известный нам интерферометр Макельсона-Морлик. Только теперь нужно представить, что вот эти два зеркальца, одно и второе, они свободно парят в пространстве времени, свободно падают даже, если находятся в свободном движении. Если в эксперименте Макельсона они все были закреплены на такой твердотельной платформе, там было важно, чтобы расстояние между этими точками не менялось, чтобы они не подбежали, тогда разница в скорости света давала бы вам какой-то сигнал. Здесь очень важно, чтобы эти зеркала были свободными, чтобы они свободно падали. И тогда при прохождении гравитационной волны здесь что будет происходить? Меняться расстояние от детектора даже, если хотите, до одного зеркала и детектора до второго зеркала. Сначала одно из них будет удлиняться, второе сокращаться, и наоборот. И все это будет происходить с периодичностью в районе герц, сотен герц, килогерц, в районе частот гравитационной волны. Это периодическое изменение будет приводить к тому, что интерферационная картинка между двумя лучами света будет так же периодически как-то меняться со временем. Ну, в классе периодически, если хотите. Это и создает вам гравитационный сигнал. Опять же, здесь много проблем, которые нужно решить, связанные с тем, что существует технический шум, земля как-то движется. Вы не можете отправить зеркозеркальца в свободное падение в прежнете, потому что в зимних условиях это невозможно. Поэтому их движение в каком-то одном направлении должно быть как-то зафиксировано. Это делается с помощью подвесок, то есть они подвешиваются, зеркальца подвешиваются на специальных сначала платформах, потом нитях и висят. Так что в вертикальном направлении движение ограничено, а в горизонтальном оно может колебаться свободно, то есть как будто парит. Ну и так далее. Я не буду вдаваться технологии. Кстати, впервые эту идею для регистрации в ОМТ таким способом предложили и Перценштейн, и постовольцы в 1962 году. Статья об ЖЭТФИ еще была. Ну, в то время это было как-то, наверное, не очень актуально, я не знаю. Тогда только лазерности начинали, по-моему, развиваться. Может быть, даже еще не было. Ну, а с развитием технологии, технология достигла фантастических высот на сегодняшний день. Ну, вот тот сигнал, о котором мы говорим, сигнал от реализационной уровни, он пропорционален сумме расстояния в этом интерфероне при Майкельсоне и, собственно, самой величине А, что такое относительно. Поэтому, чем больше вы сделаете длинный, тем, конечно, вы будете достигнете большей чувствительности детектора. Ну, вот современный детектор Лига, вот он изображен здесь, он имеет длину плеча 4 км в одном и другом направлении. А это такой же детектор Лига, примерно таких же масштабов, который расположен в Италии. И, кроме того, луч света, прежде чем проинтерфорировать, лучи света еще много, многократно здесь бегают. Ну, давайте я покажу вам некая упрощенная схема этого детектора. Они еще многократно бегают между двумя такими некой тестовой массой, тестовыми массами в каждом из плеч этого интерферометра многократно, значит, 300-400 раз. Это увеличивает некую эффективную длину пробега еще раз в 300-400 раз, что и позволяет достичь желаемой к нами чувствительности. Вот сигнал, который был недавно обнаружен в эксперименте Доколотита, получен на лаборатории Лига, которая состоит из двух детекторов. Один вот расположен в штате Вашингтон, это карта Соединенных Штатов Америки. Вот его ориентация здесь тоже изображена, и второй в штате Луизиана. Одновременно два детектора зафиксировали некий сигнал. Вот как он выглядит. Ну, я не знаю, все, наверное, в интернете его видели. Это и есть то самое, если хотите условно, зависимость расстояния между зеркальцем и детектором, как функция времени. В одном из них и в другом. Вы видите, что сигналы создались идентичными. Сигналы имеют определенную четкую какую-то картину. И длились они всего 0,2 секунды. Ну, то, что было видно, как сигнал. И пришли они в два детектора с запаздыванием. 7 миллисекунд. Что укладывается в теорию распространения сигнала со скоростью света. Что делают теоретики? Как они определяют, что это был сигнал именно от какого-то излучателя гравитационных волн, а не от какой-то неизвестной земного происхождения? Ну, какой-то сейсмической волны. Ну, конечно, они прежде всего стараются отфильтровать все лишние шумы. Отфильтровать все движения, связанные с какими-то движениями Земли, сейсмическими движениями. Для этого используется вся эта сложная система подвесок, этих зеркал, мониторинг их положения и так далее. Это очень сложное технологическое решение. Чудо техники 21 века. Но здесь есть и теоретическая компонентность. Дело в том, что сигнал от гравитационной волны имеет очень определенную четкую структуру. Вот здесь на средних картинках изображены именно теоретически рассчитанные сигналы от вращения и затем коллапса двух черных дыр. Вот таких сигналов, которых и было обнаружено, я чуть-чуть тоже скажу. Вот этот сигнал имеет видеть, как видите, определенную форму. Конечно, его форма зависит от того, как эта система ориентирована относительно Земли, какие массы двухкомпонент, насколько, как ориентированы даже спины отдельных дыр. Другой относительно другой, то есть собственная вращение. Но, тем не менее, имеется некая четкая вот такая паттерн, что ли, я не знаю, тип этого сигнала. Вы видите, как он постепенно увеличивает свою частоту, постепенно увеличивает амплитуду по определенным законам. Дальше все, когда коллапс происходит, наступает резкое понижение амплитуды, некое после излучения амплитуды тоже наблюдается. То есть все это очень определенная, четкая почерк, если по технике, как подпись. Каждый объект имеет свою подпись. Вот по этим подписям, которые теоретики моделируют на компьютере, так это все должно моделироваться только численно, потому что это аналитическое возможности. Численно моделируется эта ситуация на компьютере. Получается подпись для объекта каждого типа, и дальше вы их сравниваете с реально пришедшим к вам сигналом. И именно на этом основании вы можете быть уверены, например, подпись САФА, что это сигнал давитационной войны, а нет чего-то другого. Я уже сказал, что по сигналу можно определить параметры объекта, массы тел, параметры орбиты, расстояние до системы, моменты собственных вращений. Все эти параметры входят, и каждая такая система создает свою уникальную подпись. Ну и очень важен тот факт, что сигнал был обнаружен именно на двух лабораториях, не на одной из них, а на двух, разнесенных на расстоянии где-то 3000 км. Что позволяет исключить какие-то локальные возмущения, что там в штате Вашингтон что-то там проехал мимо или упал на землю. Это позволяет такие, по крайней мере, события. Если бы сигнал был зарегистрирован только одним детектором, вряд ли можно было бы с такой же степенью надежности сделать какие-то выводы. Ну вот, что это было, как расшифровывается эта подпись? Эта подпись расшифровывается как слияние двух черных дыр, именно черных дыр, вот с такими большими массами. 29-36 масс Солнца, ну тут есть ошибки, конечно, я их показал, ошибки сравнения эксперимента с наблюдениями. Конечная масса черной дыры – 62 массы Солнца. Поэтому, если Вы посчитаете, здесь возникает дефицит массы, примерно в три массы Солнца – это тот дефицит, который был излучен в виде гравитационного км. Это огромная энергия. Три массы Солнца на С квадрат – это энергия чудовищная, конечно. На последней стадии этого коллапса мощность гравитационного излучения в пять раз превысила мощность всего электроновидного излучения на всей наблюдаемой данной части Силены. Это действительно событие космического масштаба. Почему это настолько важно? Ну, я уже говорил, что, во-первых, это сигнал гравитационной волны, во-вторых, это первое наблюдение в истории, слияние двух черных дыр. На самом деле, теория образования черных дыр в ранней Вселенной, теория их слияния, она настолько еще, ну, недостаточно разработана, что мы пока не можем даже вычислить, сколько черных дыр образуется и каких масс в ранней Вселенной. Потому что есть большие неопределенности теоретические. Сколько двойных систем черных дыр есть во Вселенной, насколько часто они будут сливаться. Могло бы оказаться так, что нам не повезло, и не могли бы вообще в течение, скажем, 100 лет не дождаться ни одного такого события, такого типа. И тут вдруг такое страшное визение произошло. Оно сразу же нам сказало, что, во-первых, вселенная есть черные дыры, довольно больших масс, 29-36. Теоретики теперь должны думать, как согласовать это, ну, например, с космологической теорией, что такие черные дыры могут с большой вероятностью образовывать двойные системы. Это тоже не трениральный очень факт, потому что такую двойную систему вы видели. Вот вы видите, это, ну, это вы в интернете, может быть, картинку видели, это результат компьютерного моделирования именно системы, именно с теми параметрами, которые были определены. То есть есть две черные дыры, вращаются друг вокруг друга, и, в конце концов, они сливаются в одну систему. Вы на них смотрите как бы с некого расстояния, да, находясь в космическом пространстве, на каком-то расстоянии от этих черных дыр. И, конечно, все движение здесь замедлено, потому что частота их обращения – это сотни герц, то есть 100 оборотов в секунду, да, на конечных стадиях. Так, это немножко замедленная картина. Вот, это звездочки. Я так думаю, что это галактики или звезды, которые расположены там где-то далеко за ними, то есть фоновые, то, что называется фоновые галактики, но свет от них тоже, проходя через эту систему, испытывает эффект гравитационного линзирования. Гравитационный клиент как-то отклоняется. «Черная дыра – это некая, условно, поверхность, да, которая ничего не испускает. Она может все подлучать, ничего не испускает. Поэтому такая система, в частности, она излучила бы, если вообще излучила бы, ничтожную часть света. В световом форме она практически ничего бы не излучила. Все вот это мощнейшее излучение ушло в гравитационную волну. И по этой гравитационной волне мы увидели впервые это событие. объект, который вы видели при помощи гравитационных волнов и который вы даже, в принципе, не могли бы увидеть в никаким любом способе. Ожидается, что таких объектов или таких сигналов, скажем так, вы будете видеть, будут видны и дальше, но с определенной частотой. Какова частота, сейчас сложно определить, потому что неизвестно, сколько и каких типов таких катаклизмов во Вселенной будет происходить. Одна из задач гравитационной волновой астрономии, кстати, будет заключаться в том, чтобы определить частоту таких событий. Мы узнаем, сколько и чего она перебывает в нашей Вселенной, как часто они сливаются с другими, и так далее. Вот открылось новое гравитационное окно. Здесь я хотел подчеркнуть, что каждое такое открытие нового окна, там, я не знаю, появилась радиоастрономия в 60-е годы, потом рентгеновская, инфракрасная и так далее. Каждая из них приводила к каким-то открытиям, как правило. Часто неожиданно, например, реликтовое излучение, оно было совершенно неожиданно открыто, пульсары были открыты после появления радиоастрономии, рентгеновские двойные системы, астронные звезды, черные были. Их существования были установлены по рентгеновским наблюдениям, по рентгеновскому излучению, ну и так далее. Вплоть до ускоренного расширения Вселенной, то, что именуется сейчас темной энергией. Гравитационные волновые обсерватории, это новое окно в нашем, оно принципиально другое, это все электромагнитное излучение, а эта гравитационная волна, она сразу же выдала нам важнейший результат. Слияние черных дыр впервые в истории астрофизики и космологии. Вот расположение существующих на сегодняшний день, планирующихся зеленым цветом, или там ВИРГО, например, сейчас просто проходит стадию апгрэля, усовершенствования, и планирующихся в Индии гравитационно-волновых детекторов, интерферометров, интерферометрического типа. Понятно, что чем больше их будет на Земле, тем увереннее и точнее мы будем определять, во-первых, наличие сигнала, потому что если он придет ко всем одновременно, это понятно, что это увеличит его достомерность, во-вторых, это позволит более точно устанавливать параметры объекта, на каком одностоянии он ходит, а здесь сработают методы типа методов триангуляции, так же как в оптической астрономии, в радиоастономии, в реангуляции, интерферометрии. Здесь еще важно подчеркнуть, что в отличие от оптики, где вы измеряете интенсивность свет, больше ничего, то есть волна приходит к этой волне, вы имеете интенсивность, все эти быстрые ее колебания сглаживаются во времени, здесь вы измеряете профиль сигнала с его развертым временем, вместе с фазой, потому что сигнал идет у вас акустический, во-первых, во-вторых, он идет на довольно низких частотах, это всего лишь герц, десятки герц, и это все легко измерить и развернуть в реальном времени. Поэтому этот сигнал выдает вам намного больше информации в каком-то смысле, чем просто оптическая, ну, как правило, больше информации, чем типичное оптическое наблюдение, в котором вы видите только интенсивность света. Ну вот, коллаборации Лига и Вирга, в них участвуют 15 стран, одно из них, и пять стран коллаборации Лига, это два реально работающих, можем сказать, детектора на сегодняшний день, они тоже проходят соответствующее усовершенствование или апгрейды, которые повысятся, в недавнем, в скором будущем должны повысить их чувствительность и тем самым сделать, ну вот, расширить зону видимости, как бы, Вселенной, с помощью этого прибора. Ну вот, примерно, как это выглядит сейчас. Если первоначальный проект Лига мог наблюдать какие-то события, условно говоря, на расстоянии сотен миллионов световых лет от Земли, то на сегодняшний день действующий инструмент, он видит Вселенную уже в радиусе где-то 500-600 миллионов световых лет, а следующий апгрейд, который ожидается в ближайшие годы, или год-два, если он его снимает, он в три раза еще увеличит это расстояние. То есть мы будем... детектор будет способен принимать сигналы от все более удаленных уголков нашей Вселенной. Таких сигналов, следовательно, будет раз в десять, наверное, больше, чем на сегодняшний день. А сколько сигналов можно ожидать на сегодняшний день, я говорю, никто не знает. По таким стандартным оценкам, если при нынешней чувствительности этот детектор поработал бы, например, в течение года, он получал бы, ну, может быть, до десяти таких склеслов за год. Ну, это может быть оптимистическая оценка. При его отгрейде это число может быть увеличено до пятидесяти, шестидесяти. Сколько именно, никто пока не знает. Все ждут, что будет дальше. Ну, кроме наземных детекторов инференционного типа существует проект статусности. Он назывался раньше ЛИСА, сейчас он называется Е-ЛИСА. Это... Раньше он был американско-европейским, теперь он стал чисто-европейским. Это такие... Система та же самая, только теперь детекторы, ну, не стерпит, не зеркальце, будут действительно палить в космическом пространстве. Уже во всех трех измерениях свободно откладывать петенштейновские лифты. Расстояние между ними будет около миллиона километров между тремя телами в таком треугольнике. И лучи света будут отражаться соответственно от трех зеркал. Вот он нарисован здесь, красный луч света. И, соответственно, будет несколько интерференционных картинок вы будете наблюдать. Наверное, в каждом из них по интерференционной картинке и по ее вариациям и времени будет детектироваться прохождение гравитационной волны вот в таком космическом приборе. Здесь плечо очень большое, уже чувствительность будет повыше. Ну и частоты, диапазон частот, который по ним будет работать, он тоже будет несколько шире. Он будет, например, затрагивать низкие частоты, которые сейчас не затрагивают наземные эксперименты. Ну и вот, я закончу, наверное, этим слайдом. Вот до сих пор мы информацию о нашей Вселенной получали в основном за счет оптического наблюдения, ну, электромагнитного, я бы так сказал, электромагнитного сигнала, наблюдения электромагнитных сигналов. Это не только излучение звезд, там, галактики, компактных объектов, но и излучение горячей стадии ранней нашей Вселенной, так называемое реликтовое излучение. Оно несет там чрезвычайно много информации о состоянии Вселенной, ближе к большому взрыву или к первоначальному состоянию. Ну и сегодня мы открыли, или там, человечество открыло новое окошко в этот мир. Это окошко связано с тем, что будут наблюдаться изменения геометрии. Какие-то здесь такая искривленная поверхность, вы видите, она символизирует искривление геометрии пространства вредность. Искривления эти имеются на всех масштабах, кстати, они, ну, то есть и на больших масштабах в пиметре, как то есть и длина гравитационными волнами, которые может быть от большого взрыва, и на малых расстояниях, то есть меньше длинных волн. Она скривлена с помощью вот таких локальных событий, катаклизмов таких, о которых мы говорили. И вот вся эта... Весь этот инструментарий гравитационных волн, я надеюсь, будет с помощью, в том числе, и детекторов лазеров, прежде всего, использоваться для уточнения нашей картины, нашей Вселенной. Понимание того, из чего она состоит, как образуются звёзды, как образуются чёрные дыры, как они сливаются друг с другом. Это, может быть, прольёт свет на какие-то загадки, которые без сих пор не разрешены. Проблема тёмной мотивы, тёмной энергии. И проблема, может быть, первичных гравитационных волн, которые ведут у нас от большого взрыва. Ну, на это есть надежда. Открывать новый экран. Спасибо. А как здесь понимают под расстоянием? Просто обычное расстояние. А вот оно, вроде как кривое... А, вот это что лист? Ну, вот здесь вот всегда... Здесь нужно представлять, что всегда у нас время идёт. Вдоль этого направления. Время направлено. А Вселенная, она как бы одномерная. И она, во-первых, расширяется. Вот её радиус увеличивается. Видите? Она маленькая вначале. Ну, тапеечное сечение маленькое. Там она увеличивается, увеличивается. Это расширение всего. Но на фоне этого расширения ещё есть локальные какие-то искривления. Они ведь, конечно, чудовищно преувеличены, потому что реально они очень маленькие. Но они есть. Это искривление геометрии. Вот ямы какие-то горбы. Вот эти ямы и горбы, они живут в виде гравитационных волн. Вот об этом сегодня у нас говорили. Я хотел бы, чтобы я поддянула Игорю Балдировичу за это. И теперь прошу за питание. Скажите, будь ласка, вот это детектувание гравитационных волн, оно означает реальность гравитония? Ну, в каком-то смысле, да. То есть, как классических объектов. Ну, гравитон, это вообще-то, по аналогии с фотоном, да, нужно понимать, что это квант гравитационного поля. Понятно, что в данном эксперименте речь идет о классическом излучении, как в эксперименте Герца, да, он не имел дело с фотонами, да, а он говорил о гравитационных волнах. Если следовать теории и квантовой теории, да, если следовать этому пути, да, другого пути на сегодняшний день не существует на основе, да, то мы с необходимостью приходим к выводу о том, что должны существовать и кванты гравитационного поля, гравитоны. Но зарегистрировать отдельные кванты гравитон, как в свое время фотоны были зарегистрированы, как отдельные кванты, на сегодняшний день это не представляется возможным. Значит, какие-то теории квантовой гравитации, все, что они могут нам как бы давать или делать, это выдавать какие-то предсказания о том, как Вселенная была устроена, она где-то на первых этапах развития. Может быть, квантовая гравитационная природа, то есть квантовая природа и гравитационная волна как-то здесь проявлялась, и, может быть, эти проявления в каком-то виде остались где-то, какие-то отпечатки в нашей Вселенной. И это, может быть, можно как-то искать. Но поскольку теорий таких много и спекуляций здесь тоже много, пока что непонятно, как это сделать. Спасибо. Даша. Скажите, у вас было написано, что гравитационные волны порождаются двигающейся материей. Насколько можно черную дыру назвать материей? И второе, считается ли излучение гравитационных волн еще одним типом излучения черных дыр, то есть наравне с гипотетическим излучением Хокинга, например. Эта же энергия гравитационных волн выделяется непосредственно преобразованием массы самих черных дыр, не аккреционного диска, а чего-то. То есть является ли это излучением черных дыр, которое тоже будет исследоваться в этом направлении? Раньше было принято считать, что они вообще ничего не излучают, у них нулевая энтропия, потом предположили, что у них есть излучение Хокинга. Возможно, это еще одна форма, что они излучают, о чем мы не знали. Спасибо. Нет, но как раз то, что черные дыры могут излучать гравитационные волны, это все понимали довольно давно. Но для этого нужно, чтобы она была не одна, а две, например, чтобы началось какое-то движение. Пока система является стационарной, а одна черная дыра придет в стационарное состояние, быстро приходит. Пока она стационарная, она ничего не излучает. Я имею в виду, никаких гравитационных волнов не излучает. Нужно две или три, может быть, чтобы началось движение. И это все было понятно задолго до излучения Хокинга. Как раз излучение Хокинга это был очень нетривиальный момент в развитии теории черных дыр. Он показал, что даже отдельная стационарная черная дыра на самом деле не является абсолютно черной, она испускает кванты в виде некого теплового спектра. Кстати, она должна, по теории, впускать гравитоны тоже. Если гравитоны подчиняются законам квантовой механики, квантовой теории боя. То есть она должна излучать и свет, и гравитоны. Но это излучение чрезвычайно слабое, его невозможно. Пока о нем нет возможности говорить на экспериментальном уровне. Теперь, что касается того, что черные дыры это не является, они не являются материей, но они когда-то были материей. Она сколлапсировала в них, попала внутрь этой вот сферы непроницаемости, да, с той стороны, и поверхности горизонта событий, как мы говорили. Будет корректно сказать, что появляющаяся масса вызывает гравитационные волны? То есть не обязательно должна быть материя, как мы привыкли? Лучше сказать по-другому немножко, да. Лучше сказать, что... Да, уравнения Эйнштейна, которые я написал, да, они действительно связывают кривизму пространства времени с материей какой-то, да, но нужно понимать, что... Точнее, с плотностью энергии, плотностью энергии, чего бы то ни было. Нужно принять во внимание, что гравитационное поле тоже имеет энергию. Это вопрос более тонкий вот в теории относительности, более деликатный, в чем... Очень сложный, кстати. Мне даже и студенты не объясняют пока еще ни в каких курсах теории относительности. Потому что он действительно очень сложный. Но, тем не менее, теоретики даже, у них разные представления об этом предмете. Энергия, гравитационное поле. Но то, что гравитационное поле имеет энергию, с этим согласны все. Так вот, как ее описывать, они еще, может быть, спорят друг друга. Все, кто однажды пытался это проявить. Так вот, гравитационное поле имеет тоже энергию. Поэтому гравитационное поле этих двух черных бел, это чистая гравитация, вы совершенно правы. Этого же материи нет, она ушла внутрь. Но, тем не менее, это некое сильное гравитационное поле. Пока оно остается сферически симметричным, у вас дыра одна, оно не излучает, и не может излучить никакие гравитационные поли. Как только там происходит какое-то движение, какое-то изменение, вы можете сказать, что гравитационная энергия движется. Она движется, и как всякое движение энергии измечает гравитационный волк. Вот так устроена эта теория. Все были наши питания? Скажите, пожалуйста, вы сказали вклад в группу Брагинского. Да. Ну, насколько я знаю, они занимались системой подвесов. Вот это их вклад в этот эксперимент и в предыдущие эксперименты, которые делались еще в Москве, в России, в Союзе. Это расчет ниточек, на которых вам нужно подвесить, и некая четырехтросовая система подвесок этих зеркал. Зеркала достаточно массивные, я не помню, сколько они весят. 40 килограмм, по-моему. Ну, вот материалы, с которых эти нити должны быть сделаны, они выбрали его оптимальным образом. И, насколько я знаю, система подвески. И, может быть, еще там будет. Я думаю, что они участвовали еще в каких-то расчетах лазерной интерферметрии, но здесь я менее уверенно могу сказать. Я думаю, вы это можете посчитать. Можно мне? Да. Мне очень понравился ваш доклад, очень интересно. У меня возникло очень много вопросов. Нетрадиционный вопрос, может быть, такого рода. у меня сложилось такое впечатление, что то, что регистрировали коллеги, ученые, оно не имеет отношения к материи. Вот у меня такое сложилось впечатление. Почему? А потом я задам мой вопрос, почему. Но, поскольку они регистрировали приборами, сделанными с веществом, с материи, значит, это природа материальная. Значит, волны — это распространение колебаний в пространстве. Меня интересует, что колеблется в гравитационной волне? Какая шубстанция, какая материальная вещь там колеблется? Если это моногравитация, тогда я бы очень хотел вернуться к 14-й страничке. Там речь идет о графическом, вот это графическое объяснение, что такое электромагнитные волны. Ну, у меня много вопросов к этой картинке. Какого рода? Что магнитная и электрическая составляющая в любой точке по модулю одинаковы. Они потом растут, либо падают. То есть, мне складывается такое впечатление, что из ничего рождается материя, и ничто — она уничтожается. То есть, закон сохранения на лицов нарушается. Это я выполняю авторитетно, но могу сказать, что вот эта картинка, она в действительности этому соответствует. То же самое получается и при гравитационных волнах. Только там не две составляющие, а там одна всего лишь. То есть, гравитация. То есть, гравитация растет, гравитация падает. Если связывать это с материей, материальной субстанцией, то получается так, из ничего рождается гравитация, гравитационная напряженность в точке, а потом она уничтожается. Вот у меня в связи с этим вот вопросы. Я бы хотел как-то уяснить для себя, что имеется в виду у вас. Вы можете в голове, на вашем языке постараюсь ответить, можете держать в голове следующую картинку. Речь идет о свойствах эфира. Что? Речь идет о свойствах эфира. Электромагнитная волна — это некий тип волны в эфире. Эфир — это некая... Понятно. А гравитационная? Тоже. Тоже волна в эфире. Тоже? Она другого типа. Электромагнитная волна, ну вот она поперечная, там на заряды действует как-то. И, кстати, она не уничтожается и давляется, она просто бежит. Она бежит. Эфир передает как бы возмущение от точки в точку. Но эфир материальный? Конечно. Если в данной точке все слилось в нулю, значит, материя равна нулю в этой точке. Ну, если вот эту картинку на 90 градусов слилось, все нормально. В этой точке к нулю свело. Нуль. А там максимум. Но из соседней точки и слилось. Да, да. То есть материя исчезла. Ну почему материя исчезла? То есть когда в электромагнитной волне... Напряженность поля исчезла. Напряженность поля отрабожает материальную субстанцию. А эфир есть, просто исчезла напряженность. Ну, дело в том, что... Ну, как в твердом теле или там в пленке волна идет. Если волны нет, что пленка исчезла? Нет, она просто успокоится. А там она коленет. Волна какую? Она коленет. Понимаете, дело в том, что, насколько я понимаю, в закрытом колебательном контуре происходит колебание электрической и магнитной составляющей. Когда электрическая максимальная, то магнитная имеет нулю равна. Это в контуре. А если вы, как радисты, инженеры, раскроем этот контур, сделаете его открытым, то мы получим то же самое в воздухе. Волна подлежит, да. Так вот у меня вопрос. Очень серьезный вопрос в отношении графического отображения электромагнитных полков. И то же самое касается и гравитационных. То же самое. Вот. То есть, такой лакмусовый папирать, как закон сохранения материи и его, так сказать, разные виды энергии и, так сказать, импульса и так далее, вот, нарушается. Это, так сказать, очень серьезно. Я не знаю, вот, я, например, себе представляю, вот, еще, так сказать, совершенно другую модель в данном случае. И там нет нарушений. Нет, но тут энергия, энергия сохраняется. Что, что? Энергия здесь сохраняется. В обоих случаях. Тогда я вопрос хочу задать вам. Что такое энергия? Потому что это тоже у меня вопрос. Ну, это, извините, это. Я поясню, почему я это задаю. Значит, вообще известно, что такое энергия. Это мера движения материи. Ну, это общефилософское определение. Общефилософское определение. Нет. Почему? А давайте возьмем. Вам нужна мера. То есть, некая величина, которая сохраняется. Сейчас, сейчас. Давайте возьмем. Я вам сейчас скажу. Давайте возьмем функцию движения материи. Начинаем ее изучать. Математически. Мы можем обнаружить одно из свойств этой функции, которая соответствует энергии. А второе свойство – силе. Вот. И там вполне предметно понятно, что это такое. А просто энергия. Это философское какое-то действительность. А здесь я сказал предмет. Ну, в общем, я извиняюсь. Мне очень интересно было. И много вопросов. И я извиняюсь, что я их не все не могу задать. Ну, вот те, которые я задал, для меня, поскольку несколько повергли. Вот какой-то… Вот, кстати, вопрос о подвесках. Вот я могу… Вот этот слайд показывает чувствительность детектора. Видите, частота здесь изображена. И амплитуда, в которой он способен сигналам увидеть. Видите, вот такая клубая. Вот это шум. То есть, сигнал ниже этого шума вы не увидите, потому что он подавлен этим шумом. Вот эти маленькие, вот такие пики, да, какие странные, например, то есть, да, это есть некие… Они составлены из резонансных частот, вот этих ниточек, которые подвешены всей системой. То есть, если волна будет… Если частота волны строго попадет вот в это место, да, то тогда начнет резонировать вот эта нить, она раскачает зеркало и тоже вам подавит в каком-то смысле сигнал. Поэтому технологически должно было быть сделано все так, чтобы этих пиков было как можно меньше, и они были как можно ниже, и чтобы было много пространства, где у него… А я тогда вот именно с тем, что вы говорите. Я прошу выращивания. Останье запитание, ребята. Можете еще сказать, вот электромагнитные волны, они же поперечные, а гравитационные волны, они тоже поперечные, или там есть еще и продольные? Нет. Продольные? Нет. Это две поляризации. Вот если волна идет в этом направлении, например, вот сюда, тогда она смещает объекты только в плоскости ортогонально своему движению. Все расстояния вдоль волны остаются неподвижными. Она действует и так. Поэтому можно рисковать все это на плоскости. Вот эти все изменения расстояния между лабораториями, все можно изображать на плоскости. Здесь предполагается, что волна падает, плашмяка. А в резонаторах какой материал используется? Я не могу вам сказать даже. Потому что вы понимаете, если там магнитный материал, то там трудно его выделить. Это обычная металлическая бланка. Я думаю, что может быть чуть ли не железо. Это зеркала? Нет, резонатор. Резонатор селит. Скажите, а Лиза, насколько я помню, может быть неправильно, ее изначально создавали, но у нее была среди целей, вот почему собственно треугольник, установление топологии пространства, то есть положительная кривизна, отрицательная или нулевая. Это европейцы сейчас составили в этой программе или нет? Нет, насколько я знаю, у нее не было. Я просто слышала, что вот еще такая была цель, то есть поэтому они делали треугольник для того, чтобы измерить углы и понять кривизну пространства, времени в принципе. Нет, подожди, эти углы входят в сам гравитационный сигнал. Да, они не связаны с гравитационными волнами задача, а вот именно установление кривизны пространства? Нет, я не думал. Что-то я не знаю, поскольку расстояние достаточно маленькое, я что-то не понимаю, чтобы измерять кривизну пространства. Это планировалось какое-то время? Значит, зная углы, можно посмотреть знак кривизны. Более того, он будет меняться, если будет плоскость проходить через Солнце или перпендикулярно, здесь всегда перпендикулярно. Но я не думаю, что это в любом случае могло быть хоть какой-то основной целью. Может быть какая-то там тридцестепенная для проверки, не более чем. Там куда больше проблемы с основным назначением, а если попутно еще и вот такую вот углы можно померить, почему бы не померить, скажем так. То есть в качестве основных задач это даже не упоминается. Так. И кто может все в Сутиянской думе в комментариях дать? Ну, давайте я скажу, мне тут пришлось... Я себе до того проекта, який... Запросто. Надеюсь. Значит, смотрите. Общие некие вещи. Значит, начнем с того, что почему вот открытие, которое было сделано в сентябре, сообщили только сейчас. Потому что подгадали, ждали и подгадали к столетию работы Эйнштейна, в которой было впервые про гравитационные волны написаны. Вот. То есть это было сделано совершенно сознательно. Вторая вещь. Про не кто из тех, кто имеет дело с гравитацией, существование гравитационных волны не сомневался. Тем более, что после Нобелевской премии 93-го года, значит, посленные доказательства у нас были. Значит, потери двойной системы энергии как раз такой, как излучение гравитационных волнов. Значит, дальше. Были ли получены сигналы от гравитационных волнов раньше? Конечно. В том же институте теоретики получили по одним сведениям одно событие, по двум-два через сутки. Вот. Надо бы знать славную историю института. Проблема в том, что, к сожалению... Откуда известно, что это волны? Вот. Вот сигнал с этого датчика. Значит, то, что это не трамвай, в Феофании нет трамвая, это мы знаем. Вот. Значит, более того, система была достаточно нормальная. Когда первая, получив эту палатку, что люди сделали, это взяли кувалду, стали лупить по этой штуке, никаких сигналов нет. Значит, проблема в том, что какой-то сигнал и Вебер получал, и другие, значит, впервые одновременно на два, значит, независимого устройства. То, что единственный способ доказать эта схема совпадения, понял еще сам Вебер. Значит, сейчас впервые с разницей меньше, чем в одну секунду, одинаковые сигналы, два совершенно независимых устройства. Значит, что еще было в это время на Земле? Вирго, значит, сейчас переделается. Вирго, по сравнению с Лиго, значит, как бы отстает на полцикла. Значит, вот модернизировали Лиго, и они дали результаты. А Вирго модернизируется сейчас. Кроме того, есть еще один детектор, который называется Гео. Он работал в это время, но он работал не в, как сказать, не в моде наблюдения. То есть, все, что могло на Земле отреагировать, отреагировало. Но, есть такой нюанс. Значит, через пару дней после сообщения об открытии гравитационного угла, значит, люди, которые обрабатывают данные с гамма-спутника Ферми, сообщили, что они зафиксировали гамма-вспышку, которая, возможно, связана как раз с событием, которое дал гравитационный вон. Ну, там немножко совпадает направление. Кроме того, разница четыре десятых секунды по времени. Надо сказать, что до этого другой рентгеновский спутник интеграл сообщил, что никаких изменений в это время на небе не зафиксировано. И все, казалось бы, хорошо. И сразу это лучше уточняет, что вспышка произошла в созвездии то ли Рыб, то ли Китай и так далее. Но вот эта картинка про слияние двух черных дыр хорошо соответствует картинке гравитационных волн, но очень плохо соответствует гамма-вспышке. То есть, как бы вот эти две черные дыры должны очистить пространство, вращаясь, а гамма-вспышка требует какой-то такой материи вокруг. То есть, как объяснить и одно, и другое. Ну, то есть, теоретики срочно, так сказать, набросились придумывать эту модель. Как это, я думаю, не одна такая будет, но в любом случае есть определенные проблемы. Как нет пока стопроцентной уверенности, что гамма-вспышка, она была как раз от этого события. То есть, там на самом деле очень много дополнительного, кроме, вот, собственно, детектирования. Значит, потом. Вот картинка очень важная. Это по поводу того, на сколько там было, чувствительность. Мы должны понимать, что если у нас предельное расстояние, то есть, от чего мы можем получать гравитационный волн? От космических катаклизмов. Так, значит, если у нас радиус максимальный, который у нас допустим, мы его поднимаем в 3 раза, то, например, объем у нас увеличится 3 в кубе в 27 раз. То есть, у нас события будут в 27 раз чаще происходить. То есть, я думаю, что, во-первых, даже уже существующим вот это Advanced League будет понятно, если у нас, скажем, за год не будет никаких событий, то это будет повод почесать, значит, в затылке и сказать, что что-то там не то. А если у нас это пойдет массово, а и более, если еще подоспеет переработанная виргу, и можно будет иметь еще подтверждение людей с другим подчинением, так совсем замечательно. То есть, это одно из ответов на вопрос, который все задают, дадут ли этим любимую Нобелевскую премию. Я думаю, что с большой вероятностью дадут, но эта вероятность далеко не 100%. И, в частности, очень много зависит от того, что в этом году будет с новыми событиями. Тем более, что сторонники теории заговора, они, значит, тоже готовятся к этим вещам. Дело в том, что вот в этом либо, там протекуется следующая вещь. Время от времени в систему вбрасывают ложные сигналы, сгенерированные на компьютере. И всего три человека знают, что это ложные сигналы, а не настоящие. В одном случае дело дошло до написания статьи, и только на этом этапе сообщили, что сигналы фальшивы. То есть, сразу уже сторонники теории заговора сказали, что на самом деле вбросили фальшивый сигнал, а потом из-за нераспелихи вовремя не сообщили, что он фальшивный. Сейчас, мол, стоят на своем. Как вы понимаете, нет такой вещи, которой нельзя было объяснить с точки зрения теории заговора, в том числе и открытия гравитационных полн. Ну, наверное, все, что я еще могу добавить из таких. Спасибо. Ну, а что завершается нам? Это кувалда? Значит, что за это вот нам? Значит, я считаю, что что остается Украине? Украине надо идти по пути к Польше. Вот две соседние страны, которые могут, имели достаточно исходный уровень, и причем Польша в научных планах была слабее. Сейчас обошла новознание. Значит, во-первых, просто были выбраны разные пути развития. Значит, если мы смотрим Польшу, то Польша ориентировалась на интеграцию в мировую науку. Значит, не пытались, так сказать, свое что-то делать. Больше не имеет никаких антарктических станций, на которые входит треть валюты для Академии наук. Богатая Англия не могла содержать станцию, подарила... В смысле, бедная Англия не могла содержать станцию, подарила богатой Украине. Вот. Значит, потому что это удовольствие очень дорогое. Значит, зато... Вот я разговариваю с коллегами, вот у нас постоянные семинары, только в нашем институте три человека из вот коллаборации ЛИБО. Вот там проводятся всякие, есть еще другие. Значит, вот они в этом участвуют. В той же астрономии Польша имеет 5% телескопа в Южной Африке. Польша имеет свой телескоп в Чили, потому что в Польше, как и на Украине, нет мест для нормальных астрономических негалактических наблюдений. Значит, вместо того, чтобы рассказывать, а мы все-таки построим, они выбирают правильную политику. Вот. Значит, у нас, к сожалению, ориентировало было на Россию в основном. Россия, вы знаете, что уже Бразилия обогнала по числу статей, следующий Иран на подходе. Вот-вот должен обойти. Вот. Значит, при всем том, что эту надо сохранять, как со всеми надо смотреть, надо четко иные способы. Вот сейчас новые критерии появляются, может быть, это. Ну и, естественно, вопрос финансирования, рационального использования денег, которые идут на науку и так далее. Что это может дать? Другой стороны, если денег на науку не давать, то ничего и не будет. Через какое-то время это скажется на всех остальных вещах. Спасибо. Спасибо. Я думаю, что такой коментар был очень доречный. Я думаю, что мы отримали много и цикавой информации, а также информации с знакомой запитания. Но это уже будем, мабуть, говорить на других семинарах. До речи, я всех запрошу. У нас 24 березня будет черговый семинар, который будет связан с завершением этой миссии «Розетта», которую вы знаете, это коментарь Чорумова-Герасименко. Это будет семинар. Всех запрошу, потому что мы хотим собирать все-таки более широкую аудиторию, чтобы, вы чувствуете, что мы хотим учить каком-то ширше молодь до этого процесса, чтобы это не была такая семинар. Вы говорите, что в Чурюбовом устройство все в планетарии, масса не будет людей. Мы договорились, что все будет чисто, 60 месяцев у нас есть, так что будет. Приходьте, приводьте студентов. Это мы полагаем каждый раз в контакте с вами. А Юрий Володимирович, мне кажется, что мы выбрали очень интересную тему, и я думаю, что мы еще с этого вопроса будем встречаться и планируем и надалее.